Здравствуйте, в эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии Елена Бубнова и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, телезрители. Напоминаю, у нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте свои вопросы на любые темы. Мы готовы беседовать, отвечать на вопросы, возможно, давать рекомендации. Звоните, мы ждем. В общем, да, мы продолжаем разговаривать о том, что касается человеческого поведения, человеческих отношений, психических расстройств каких-то, болезней, нарушений. переживаний. Ну, в общем, всего, что со знаком, с приставкой «психо» идет. Пока мы ждем звонков от наших телезрителей, хотела спросить вас, Алексей. Конец года, и традиционно люди подводят итоги. Но, может быть, мой вопрос связан не столько с этим, а с тем, что является ли приход к психотерапевту тоже своеобразным подведением итогов для человека? По-разному, наверное, бывает. Люди по-разному ставят запятую или собирают какое-то такое, ну, свое желание, свою какую-то проблематику для того, чтобы прийти. Ну, само понятие итога, наверное, так и просит обыгрывать это слово. Итог, начало, то, что где-то что-то заканчивается, оно сразу начинается. Нам придется прерваться в подведении итогов и разговорах об этом. У нас звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как к вам можно обращаться? Марина. Марина. С чем позвонили? Да я хотела вот спросить по поводу, как себя вести. Вот в детском саду у нас такая ситуация сложилась. У меня ребеночек в этом году вот пошел в старт. И он, ну, как бы не такой, как все, он нас не разговаривает. Нам ставят вторую степень поддержки лечи. Вот. Мы сейчас направлены к комиссии ПНТК, чтобы поступить к логопеду. Ну, в саду он у нас активный, всем мешает, как нам говорят. То есть там воспитатели чуть ли не плачут от нас. И в итоге так получается, что воспитатели перешли плавно, ну, как бы, воздействовать на других родителей. И нашего ребенка, грубо говоря, травят. То есть мне нервы мотают и родители, и воспитатели. То есть я вообще просто, я не понимаю, что делать. Они говорят, что мой ребенок неадекватный, потому что там он может укусить. Ну, просто так. Я говорю, у меня ребенок не может просто укусить. Значит, он защищает. Потому что их здесь порой бывает так, что просто так его бьют со словами. Ну, ты же молчишь, не разговариваешь. То есть я уже не знаю, как вот в этой ситуации себя вести. — Марина, какой возраст у ребенка? — Восемь. — Три с половиной. — Ага, три с половиной года. — А, восемь, что за? — Ага. Марин, а вас отправили на комиссию, но специалиста какого-то порекомендовали? Я имею в виду детского психолога? — У нас в саду есть психолог. — Ага. Она такие вещи мне говорила у вас с ребенком, с блуждающим взглядом, не может сосредоточиться ни на одном предмете. Ну, такое ощущение, что рассказывать мне про чужого ребенка совершенно. У нас собрание состоялось. Я говорю, вы о чем речь-то ведете? У меня ребенок, то есть если он не разговаривает, он не глупый. Он занимается строительством предметов, строительством домов из конструкции, может порисовать так же. Ну, то есть как обычный ребенок все функции выполняет. Помогать мне по дому. Увидеть, если я мой полы, он мой полы. Если там что-то провел... То есть все, что делает ребенок в его возрасте, он все это делает. Но наш психолог говорит, что он отсталый. Ну, грубо говоря, оптих. Мы ходили к логопеду-дефектологу, нам поставили, что психического отклонения у ребенка нету, только вот задержка речи, которую нам корректируют. Потом ходили к психологу на камню перед садиком. То есть психолог нам ставил, что мы совершенно адекватные. То есть никакой там специалист, у специалистов таких каких-то не надо, кроме логопеда. Потому что, как нам сказали, потому что он у нас не разговаривает, он нервничает, не может выразить свои мысли. То есть что вам надо быстрее делать, это обратиться к логопеду и вот в эту сторону работать. Вот так. И последняя инстанция была. Мы ходили даже к психиатру. Где нам тоже сказали, что ваш ребенок здоров в плане психики. В саду же нам твердят в другое совершенно. Он плохой, он неадекватный. То есть, ну, про садик я вообще, в принципе, слышала, что там не любят таких активных детей. И все, кому не лень, ставят вот именно, чтобы отчислить, в спецсад отправить или еще что-то. Просто не хотят заниматься. Вот и все. Марина, а еще раз можно вопрос? Как вы его формулируете? Вопрос к нам. Ну, как мне корректно вести с родителями? Скажу, что вот мне, как мне дальше быть? Правильно я понимаю, что по поводу ребенка вопроса нет у вас. У вас вопрос по поводу самой себя в отношениях с родителями. Да, да, да. Я спрашиваю, потому что у нас здесь двоякая ситуация. Я, может быть, в паре слов. Вот смотрите, с одной стороны, и мы действительно это знаем, с одной стороны, у ребенка нарушение речи, но нарушение речи – это же больше, чем просто то, что ребенок не разговаривает. Потому что речь – это способность общаться с другими людьми, коммуницировать и так далее. И устанавливать отношения. И устанавливать отношения. А с другой стороны, абсолютно так бывает, психиатры, дефектологи, ну, психиатр, наверное, да, говорит, отличий, там, задержек в смысле умственного развития и так далее нет. Но вот это вот звено социализации, игры с другими детьми, взаимодействия с другими взрослыми, потому что речевая функция не развита. У ребенка, возможно, с этим проблема. И тут два вопроса. Я почему спрашиваю? Первый вопрос – вы задаете про саму себя, а что мне делать в этой ситуации, как мне общаться с другими людьми? А другой вопрос – что мне, как мне вложиться, как мне поучаствовать еще в ситуации с ребенком, чтобы она тоже сдвинулась, ну, с той точки, в которой находится. Потому что, ну, пройдет комиссия, что-то ему обозначат, какое-то заключение. Но ведь от этого ребенку лучше не станет, от комиссии, да? Вероятно, ну… Нет, ну, это комиссия. Да. Марина, скажите, пожалуйста, как вы взаимодействуете с воспитателями? Ну, они предъявляют какие-то претензии. Вот ваша реакция, как вы пытаетесь выстроить с ними коммуникацию, уже зная, что поведение ребенка создает им проблемы? Ну, сейчас… Ну, я советую… Ну, допустим, вот он дома-то так себя не ведет, как они говорят, допустим, сразу дома, там, на площадке с другими детьми, там, также при нас, там, при бабушке, дедушке, он там уже себя не позволяет таких вот вещей, о которых они там рассказывают, там. Вот. И я ему говорю, ну, там, если, допустим, он кусается, ну, как-то наведательно более, то есть объясните ему, что так нельзя. Мы не можем, у нас нет такой методики, и туда-сюда. Да, это вот вы должны, как бы, объяснять ребенку. Ну, как я могу объяснить ребенку по факту, если меня в стаду нету? То есть, если, да, дома что-то совершает плохое, да, мы с детьми разговариваем, мы говорим, вот, ты неправильно поступил, а в стаду, это что, то есть, это не отмечивается? Ну, вот ты герой нашей беседы, судя по всему. Вот, если он упустил, то, то есть, это как, спускается на тормозах, то случается так, что ли, они никак не действуют, ничего не делают, ждут, что я дома его отчитаю, потом спустя пять часов. Угу. То есть, у нас, ну, не получается, я уже. Пробовали ли вы, спрошу, пробовали ли вы просить у них поддержки? Ну, знаю уже проблематику, знаю, что необходимо речь ребенку запустить. Поддержки в плане потерпите, там, мы предпринимаем какие-то шаги. Мы просили, но они, вот, допустим, я же, что у нас комиссия должна стать, у нас стать даже 2 февраля. Они не хотят больше терпеть два месяца. Вот вы заберите его, пусть он сидит дома. Угу. Ну, то есть, вот, очень тяжелый. То есть, я с ребенком понимаю, я для этого и комиссия, и, то есть, мы сейчас там и подлечиваем его, чтобы, то есть, запустить механизм речи. То есть, я не бездействую. Ну, и по мгновению волшебной палочки у ребенка поведение не изменится. И если они там тоже делать ничего не будут, они же тоже должны какую-то функцию выполнять, правильно? Ну, так-то по логике, да, они же педагоги. Марин, да, и, ну, тоже спрошу, и, может быть, мы немножко обсудим тут с Еленой. Марин, а вы, я возвращаюсь к вашему вопросу, вы спрашиваете, как вам разговаривать с воспитателями и с родителями, вы какую, ну, допустим, вы добились того, чего хотите, я имею в виду, как-то по-другому разговариваете. Вы хотите повлиять на родителей, на воспитателей? Вы хотите им что-то объяснить, то, что до сих пор не можете объяснить? То есть, что, каких изменений в отношениях с другими взрослыми вы хотите? Ну, чтобы более понимание, что, ну, потому что, ну, там, если они понимают, что у меня вот ребенок, он там молчит, то есть, сейчас некоторые проблемы есть, не надо так агрессивно относиться и ставить клеймо. Просто такие ужасные вещи пишут, что он специально опасен, он неадекватен, там, родители неадекватные, мы там напишем в этот, по, как это было, в заявлении в полицию, что ваш ребенок кусается, а, естественно, если это заявление в полицию, то это будет по делам несовершеннолетних, вот, проверки, то есть, на сколько мы людей, то есть, вообще нет тормозов, извиняюсь за выражение, это обычные житейские какие-то случаи, там, ну, кусаются, дерутся, ведь он не один такой, еще там люди есть, вот в чем дело. Если когда его убьют или его обижают, это значит, что он сам виноват. Кого-то он, если, то есть, ну, укусил или еще что-то, получается то, что он опять виноват, то есть, он всегда у нас виноват. Ну, просто такое ощущение, что, ну, просто, потому что он слишком активный и с ним справится, но они просто их хотят из-за этого выгнать. Я не знаю, как раз донести, что, то есть, ну, не только мы должны воспитывать, они же, получается, нам предъявляют претензии, вы не воспитываете, вы ничего не делаете, наши дети страдают. Я пытаюсь, хочется как-то до них более донести, что и воспитатели что-то должны для этого делать, а они, получается, защищают всегда воспитатели, а мы крайне, мой ребенок и другая моя жизнь. Марина, насколько вы тверды в своем намерении вот двигаться вперед и оставаться в этой группе, в этом детском саду и с этим родительским сообществом, и с этими воспитателями, или у вас внутри какие-то сомнения? Вот сейчас у вас выбор между чем и чем? Ну, выбора у меня никакого нету, как бы, я не собираюсь сдаваться. Я-то знаю, что, как бы, не то, что я сумасшедшая мамочка, мой ребенок самый лучший. Нет, ни в коем случае. То есть, я знаю, просто не у ребенка, но я обижаю ее иногда. То есть, я хочу остаться, и чтобы они поняли, что он совершенно нормальный ребенок. Потому что к нему нужен подход какой-то. То есть, дело уже дошло до теплостамента образования. То есть, вот так вот. То есть, я вчера, вот, меня довели, и я звонила его уже туда. Ну, спасибо, Марин, вам за звонок. Спасибо, Марин. Да, у нас пока программа продолжается. Есть всегда возможность еще раз перезвонить нам. Ну, давайте немножко, может быть, Елена, обсудим. Да, сейчас мы обсудим. Да, спасибо вам за вопросы, которые вы Марине задавали. Ну, откровенно говоря, сложные... Моя активность подогрета знакомыми ситуациями, не с моими детьми, но мне приходилось работать с подобными семьями, которые сталкиваются с такими вопросами, именно с речевыми проблемами. Ну, замечательно. Поэтому, я думаю, и у вас будет возможность что-то по этому поводу сказать. Ситуация очень сложная в связи с тем, что в ней переплетено много вопросов. Я коротко, может быть, некоторые перечислю. Это и вопрос адаптации ребенка, и его личного страдания в социуме, и вопрос отношения мамы с сыном, и вопрос вот этой самой социализации, где воспитателям тоже надо выполнять какие-то свои функции, воспитывать детей, родителей. Ну, тут все перемешано, по большому счету. И, мне кажется, ситуация накаляется. Не зря Марина говорит об упорстве, да? И это упорство проявляется с двух сторон. То есть, воспитатели хотят, чтобы Марины с ребенком, как я понял, не было там. С трех? Воспитатели, родители и семья. А Марина, в общем, да. История перешла в ситуацию доказательства. И я бы разделил два момента, чтобы, может быть, что-то содержательно все-таки Марине ответить. Какие моменты? То есть, с одной стороны, Марине, как, к сожалению, некоторым или многим родителям, у которых растут детьми с какими-то временными, может быть, нарушениями или постоянными нарушениями, им приходится сталкиваться с социальной вот этой чертовостью и неготовностью. И, грубо говоря, иногда доказывать, что их дети имеют право на то-то, то-то, то-то. И, конечно, иногда это прямо, ну, битва чуть ли не Дон Кихота, да, я имею в виду по уровню с витринными мельницами. И, конечно, люди себя до определенного времени чувствуют очень уязвимыми. Ваш вопрос, собирается ли Марина оставаться в этом садике, я думаю, не случайный. Потому что, к счастью, в Самаре, я просто буквально знаю, что эта работа делается, достаточное количество сообществ, психологов, родителей, родительских сообществ, которые знают об этой проблеме и как-то группируются, да, и как-то вырабатывают стратегии, как быть в той или иной ситуации, да. Может быть, информационные материалы какие-то по поводу, да, того, что происходит с ребенком. Может быть, присоединение к этим группам матерей дает ощущение родителям, что они не одни в этом поле. Поддержку. Безусловно, поддержку, да. Потому что поддержка понадобится родителям для того, чтобы вот с детьми заниматься. И может быть, действительно, хорошей ситуацией в какой-то момент будет развести необходимость доказывать, что мой ребенок не глупый, да, не психически больной. И необходимостью действительно создать ему те условия, ту ситуацию, где его будут принимать в группу, где ему будут рады, где будут понимать, а в чем, собственно, проблема находится, да. Сейчас это не одно и то же. То есть, возможно, это площадка, где Марине нужно доказать, что... И, возможно, даже она докажет. Не факт, что родители и другие воспитатели, и другие родители будут, ну, хорошо относиться или адекватно относиться. То есть, возможно, это будет битва, в которой, конечно, страдать будут дети. Ну, в первую очередь, как беззащитные. Вот. И в этом смысле, когда Марина спрашивает, что ей делать, она, по сути, ведь сама отвечает на свой вопрос. Она уже делает, она говорит... То есть, она спрашивает, что мне делать, а с другой стороны, отвечая на ваш вопрос, она говорит, я знаю, что мне делать, я буду доказывать всеми способами. Ну, вот она, видимо, ощущая ситуацию одиночества, пришла к нам за поддержкой. Ну, потому что, видимо, пока среди родителей она же не вступила... Мы об этом не знаем, да. Может быть, вступила, может быть, что-то знает. Вот. Но, действительно, у родителей, и, наверное, Марину тоже в какой-то степени это ждет, у родителей... получаются определенного терпения по растолковыванию, да, по общению с воспитателями, с родителями, по объяснению, что, как и почему происходит. И вот этот компонент, конечно, тоже важный. У Марины он прозвучал. Ребенок в садике не такой, как дома. Ну, то есть, когда его описывают другие взрослые, она, ну, как будто не узнает своего ребенка. Она говорит, ну, он же не такой, он, ну, не так себя ведет, да. Но в этом ведь есть, я имею в виду, эту информацию можно вывести за пределы конфликта. То есть, права и Марина, на мой взгляд, и люди, которые видят ребенка в детском саду, потому что он действительно разный. То есть, мы разные, когда мы... Ну, он выравнив с привычной среды и помещен в незнакомую обстановку. Без мамы, без поддержки, да. Да, и действительно, в таких вот, ну, условно, полевых условиях, полевых смысле социума его видят воспитатели по-другому, да, и по-другому с ним взаимодействуют. Поэтому и у них есть какая-то своя информация. Да. Для меня удивительно всегда в таких историях, когда взрослые, я имею в виду сейчас воспитатели, или вот сообщество родителей, о котором Марина говорит, обвиняя ребенка в агрессивности, что он социально опасен, не замечают того, что сами они себя тоже достаточно социально опасно ведут, если уже Марина воспринимает эту коммуникацию как травлю. Я думаю, что это действительно так. И вообще с выплесками агрессии, я с этой, наверное, стороны скажу, у нас иногда проблема. То есть социальная структура устроена таким образом. В общем, нас же всех учат более-менее прилично себя вести, да. И если проявлять агрессию, то, опять же, в каких-то приемлемых формах, социально приемлемых формах. Конечно, мы можем пофантазировать, и, наверное, это одна из первых фантазий, что поскольку ребенок Марины, сын Марины, не может вербализовать речью, произнести то, что ему нужно, его речью является поведение. Но до сих пор является поведение. Поэтому все, что он хочет сказать, он говорит поведением. Если ему не нравится, то вместо слов «я не хочу» или «не буду», ну, я так предполагаю, да, он отказывается, может быть, стучит, ну, как-то двигается. Или кусает. Да, кусает. Не поступай со мной так, если у него нет действительно слов, чтобы выразить чувства, он транслирует такое регрессивное немножко поведение. Да, а детский сад, в общем, скорее всего, вот, наверное, традиционный какой-то детский сад, обычный, в котором еще не появились идеи вот этой инклюзивности, да, хотя сейчас об этом достаточно много и говорится, и делается, мы об этом с вами знаем, где, ну, специалисты проходят определенную подготовку, знают, что в группах могут быть такие детишки, которым сложно адаптироваться. Они же могут не только не пользоваться речью, они могут иметь какие-то другие еще нарушения, да, эмоционального характера, например, то есть детишки могут говорить, но быть, ну, какими-то холодными, да, или импульсивными излишне, поведенчески импульсивными. То есть, и, конечно, определенная подготовка нужна и родителям, и специалистам, но вот Марина, наверное, говорит о таком садике, где этого еще не коснулось. Вот, ну, а по поводу агрессии, действительно, пока происходит эскалация, такая борьба, я очень хочу, прям пару слов, я, конечно, очень хочу поддержать Марину в том нелегком деле, который сейчас ей предстоит, но чтобы, может быть, для вас, Марина, это не прозвучало, что я на вашей стороне в этой борьбе, мне бы хотелось, чтобы эта ситуация с поддержкой была не для того, чтобы вот за меня, да, и я могу усилить свой натиск, а чтобы попробовать этот конфликт, вот, ну, теми способами, о которых мы начали говорить, вывести из противостояния, да. Ну, и действительно, может быть, забавная вещь, я помню, что вы хотели сказать, забавная вещь, ее сыну недостаточно речи, ну, ее нету просто. Марина, кажется, описывает ситуацию, где среди взрослых речью тоже мало что можно сделать, речь не справляется, ее не хватает, то есть приходится кричать, приходится орать, то есть приходится регрессировать на более такое раннее поведение, где, ну, приходится надавить, да, приходится позвонить вышестоящим, чтобы они надавили. По воле они, может быть, и кусаться бы полезли. Вот. И вот почему эта функция речи страдает, и Марина, кажется, это социальная речь, да, я не могу договориться с воспитателями, я не могу договориться с родителями, вот это очень такой важный феномен данной ситуации. То есть, может быть, к речи попробовать вернуться и посмотреть, а что там происходит, почему я не понимаю, почему меня не понимают. Угу. Я тоже хотела бы Марине сказать, что я всецело на ее стороне, очень хорошо понимаю, что этот возраст, 3,5 года, когда ребенок пошел в детский сад, и семья, возможно, впервые столкнулась с тем, что приходится как-то с внешним миром договариваться, обороняться, возможно, ну, вот какие-то атаки внешнего мира отражать. Но при этом, исходя из своего жизненного и профессионального опыта, я очень, ну, отвечаю за каждое свое слово. Действительно, когда работа с логопедом, с дефектологом позволяет запустить у ребенка речи, его поведение меняется. И вот эту агрессию, если еще направить усилия на то, чтобы дать ему слова, обозначающие чувства, я держусь, я злюсь, не надо так делать. Вот научить ребенку говорить «нет» очень важно, причем среди первых слов. Нет, не хочу, не буду. Это снижает эмоциональное напряжение, и дети перестают себя вести таким образом, который воспринимается окружающими как неадекватным. Ну, они становятся, наверное, более удобными для социума, да, по большому счету. И социум становится более удобным для них. И социум становится, да. Это получается такой взаимный пинг-понг, называемый злостью и агрессией, да, который... Ребенок-то маленький, и он требует защиты, он понимания хочет со стороны взрослых, но взрослые почему-то вот из своих карманов достают ту же злость и агрессию, и говорят, вот на тебе, у нас тоже достаточно много. Потому что взрослые часто тоже, и мы это знаем из работы, из общения, не знают, как выразить свои чувства и свою агрессию. Марине хочу пожелать сил, такой крепкой надежды, наверное, на то, что ситуация разрешится. Главное идти последовательными шагами, которые она уже предпринимает. Ну, да, наверное, наверное. Тут еще есть один момент, пока, может быть, да, есть время. У нас не так много времени осталось. Есть еще один момент, я тоже его услышал, тоже, мне кажется, важный момент для родителей на начальном этапе найти ту самую границу понимания, что ребенок как-то не вписывается в каких-то вопросах в социальную коммуникацию, в социальное взаимодействие, но при этом он не псих, не дебил, не идиот, не сумасшедший и так далее. То есть потому что не вписывается, с вашим ребенком что-то не так. Ну, здесь вот эта вот поляризация и логика черно-белого срабатывает. Если срабатывает, к сожалению, и иногда у специалистов, и иногда у родителей, да, и приходится очень много вокруг этой логики. То есть ваш ребенок не вписывается, ага, это такая определенная стигматизация. То есть, значит, с вашим ребенком что-то не так, идите к психиатру, идите еще кому-то. Родители при этом для них очевидно, что их ребенок ненормальный, тем более, допустим, детский психиатр это подтверждает. И то есть вот возникает вот какой-то такой зазор, он вроде бы и социально не очень включен, но и патологии нету, да, вот такой психической, выраженной и так далее. И вот это существование на этой границе, хочется, конечно, родителям, я понимаю, вернуть его в социальное русло, сказать, что он такой же, как и все дети. Но при этом где-то родители же понимают и видят, что он отличается, но в данный момент хотя бы, да, хотя бы речевыми какими-то своими навыками. Это заставляет родителей искать специалистов, чего тоже я пожелаю Марине найти, наверное, специалистов, которые могли бы заняться этой речью и вот такой социальной включенностью в среду, в среду себе подобных. Это тоже важный момент, потому что действительно родители детей в возрасте 2,5-5 лет сталкиваются с этим поведением. И связь именно между речью и поведением не всегда для родителей очевидна. Ну, потому что им не хватает знания о том, как это может влиять. И, может быть, какие-то моменты даже упущены, где родители ждут, что речь сама собой запустится, а она не запускается, но при этом поведение ребенка все меньше начинает укладываться в общепринятые нормы какие-то. Потому что все большее поведение ребенка начинает на себе нести нагрузку той незапустившейся речи и становиться… Оно и так у нас всегда коммуникативный характер имеет поведение, да, мы поведением общаемся друг с другом. И, может быть, это едва ли не самая важная функция поведения – сообщать друг другу что-то жестами, действиями и так далее, да. И когда оказывается, что этот канал, на котором другие люди говорят, не очень наступен, но я повторяю эту идею, да, то поведение избыточным становится. То есть беря на себя еще вот эту функцию коммуникации. И, возможно, мама лучше понимает своего сына, ну, потому что она больше с ним видится, потому что ей легче его, грубо говоря, читать и понимать. Но, может быть, у них свой какой-то язык действительно сформировался, где у ребенка, может быть, нужды-то уже и дома нет, и говорить, потому что его понимают. Ну, или выражать поведением так много не надо, потому что его понимают. То есть, грубо говоря, функция понимания, ведь Марина, кажется, о чем еще говорит? Она говорит, педагогам, воспитателям и родителям не хватает понимания, да, то есть они не понимают нашу ситуацию, они не понимают, что он кусается не потому, что он хулиган, а потому что ему что-то не нравится. То есть Марина это понимает. А воспитатели не говорят на этом языке, да, поэтому вот и возникает эта трудность. Спасибо большое, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Спасибо Марине за ваш вопрос. Он как-то сегодня нас подвиг к активному общению и желанию помочь. Смотрите на следующий вторник на телеканале Самары ГИС. Готовьте свои вопросы. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok